здравствуйте уважаемые коллеги у меня тоже есть больная тема это язык программирования питона его использование в образовательном процессе вот сегодня соответственно поговорим на эту тему значит значит проблема которая я вижу во всех современных робототехнических конструкторах и вообще в принципе в образовании целом большое количество разнообразных средств но при этом совершенно разные среды разработки и фактически когда ребенок учится на одном конструкторе вырастает из него переходит на другой конструктор вместо того чтобы решать конкретные задачи он начинает все заново изучать новую среду разработки новый язык разработки таким образом мы сосредотачиваемся на том что изучаем средства разработки они решаем конкретные задачи не развиваемся дальше то есть мы фактически делаем шаг назад для того чтобы продвинуться вперед далее большинство современных средств разработки оторваны от жизни да это либо учебный язык программирования либо некий упрощенный язык который позволяет программировать или создавать роботов но он оторван от жизни а тоже это реальных средств разработки опять получается когда ребенок выходит в реальную жизнь ему опять нужно переучиваться опять изучать что-то новое вместо того чтобы решать конкретные задачи решение решение здесь является на мой взгляд язык программирования питон он является много платформенным то что я называю промышленным языком программирования очень просто в освоении с компактным синтаксис ему позволяет решать задача не сосредотачиваться на разработке того или иного алгоритма значит питон работает на персональных компьютерах на всех основных операционных системах windows mac os и linux и даже на таких не очень известных и порой экзотических как solaris bios os2 и других он работает на смартфонах на андроиде ios simbony и других он работает на микрокомпьютерах так как они построены на операционной системы linux и туда в стандартную поставку практически входит питон и он работает даже на микроконтроллерах которые сегодня упоминались наиболее известная ардуино стм32 и менее известные и сп которых поговорим чуть позже промышленный язык на питоне либо пишется большое количество прикладного программ обеспечения либо он является встроенным языком программирования как проектов с открытым исходным кодом такие как джимпетской блендер так и коммерческих программных продуктов таких как снимать 4d и мая на питоне пишется достаточно количество сайтов и облачных платформ которые используют всем известные фирмы как google яндекс дропбокс фейсбук и инстаграм питон может потеснить фартран поскольку у него полностью реализованы все математические научные расчеты в виде отдельных модулей искусственный интеллект тоже можно в open cv реализованы для питона это компьютерное зрение пибраин это нейронной сети и много других библиотек можно найти ну и соответственно управление роботами которым поговорим более подробно простота и компактность синтаксиса для того чтобы написать самую простую программу hello words который все начинают в паскале си нужно написать километр кода изучить что такое величины переменные типы данных и уже после этого переходить здесь все очень просто одна строчка мы сразу получили результат две строчки мы получили результат математического выражения нужно обменять значение величинами написали одну строчку который понятно всем они там манипуляция некими дополнительными дополнительным кодом условные выражения тоже можно записать очень очень компактный тоже в принципе понятно что здесь происходит появление паскаля си и подобных языков ознаменовал новую эру в программировании это отход от машинного кода отход от ассемблера то есть мы оперировали некими абстракциями питон выходит на другой уровень это я считаю сверх высокий уровень языка программирования поскольку он позволяет решать задачи не концентрируясь на написание конкретного алгоритма вот например для того чтобы вести проинициализировать массив мне не нужно писать цикл мне достаточно написать нолик повторить десять раз мы ввели массив из 10 элементов который заполнен нулями вывод массива стандартных языках программирования это один или два вложенных цикла которые позволяют вывести все элементы поэлементно когда мы учим детей программирования это очень хороший подход потому что он формирует логическое мышление понимание как все это делается но когда я учу робототехники или решая конкретную задачу зачем мне писать несколько раз вложенные циклы достаточно писать принта и у меня питон выведет на экран массив целиком то есть я получу сразу результат то же самое из под массива из массива не нужно писать вложенные циклы достаточно написать очень простую программу основные алгоритмы реализованы достаточно максимум написать и я соответственно сразу получаю результат то есть я задотачиваюсь на решении конкретной задачи а не написание алгоритма но естественно первым образом первым делом надо изучить язык программирования для этого мной был написан модуль робот аналогичный кумиру и исполнительным константина полякова хотя он писался для решения несколько другой задачи именно языка программирования алгоритмики тем не менее некие робототехнические задачи типа проход по лабиринту поиск наименьшего или базовой обработки базовый алгоритм обработки изображения на нем тоже очень просто пройти и реально осознать детям даже 6 7 класса теперь непосредственно что можно делать на питоне с роботами манштор некст и существует два модуля первый модуль питон некст и программирование ведется в классическом для питона объектном ориентированном стиле создаем моточки создаем датчики соответственно каждый объект не имеет некие свойства которые мы вызываем получаем результат достоинство данного модуля что он исполняется на компьютере и компьютер управляет некст и дистанционно по блютузу соответственно можно использовать всю мощь компьютера можно использовать дополнительные модули которые непосредственно к роботу не имеют отношения компьютер может управлять несколькими роботами одновременно это преимущество также является недостатком поскольку и в некст и в этом случае не может работать автономно он зависит непосредственно от персонального компьютера для работы автоном есть второй модуль пиннкс и он является оберткой для языка программирования но ты заклиси соответственно здесь уже структурный подход немножко другой не классическое для питона тем не менее позволяет использовать автономные роботы загружается на инвести и в последующем достаточно простой переход на язык программирования 7 ev3 тоже два модуля рассмотрим во первых и в 3 это по уже полноценный компьютер с встроенной достаточно большой оперативной памятью и постоянной памятью самое главное он работает внутри крутится на операционной системе linux а соответственно коли она поддерживает linux нашлись энтузиасты которые создали артиллернативную сборку ev3 dev которая получает доступ ко всему железу и соответственно реализация может быть на любом языке программирования который может запустить в линуксе в том числе на питоне здесь опять объектно-ориентированный подход создаем моторчики датчики и соответственно крутим что мне здесь не понравилось это то что разработчики конечно вывели все возможные параметры шима и так далее но ребенку ориентироваться в технических параметрах очень сложно и в какой-то момент мне это сильно надоело и я пошел искать артиллернативные пути решения так как у нас linux то соответственно все драйвера и все устройства компьютер представлены в виде текстовых файлов операционной системе файловой системе компьютера там можно прямо в текстовом редакторе открыть написать единичку в нужном месте вас моторчик соответственно сразу начнет крутиться причем это не только для ev3 это для разбери пи для 3 к и других микрокомпьютеров которые работают на линуксе и вот в какой-то момент я сел и начал писать новый модуль свой собственный который позволил позволил упростить все это до невозможности автоматическое подключение датчиков автоматическое подключение моторов все стало достаточно просто и ребенку стало меньше писать дальше коли это linux открытые мы подключили туда библиотеку пенсиви сделали автоматическое подключение usb камеры к и соответственно возможность работать с видеозрением значит дальше я планирую развивать это дело перенести на nxt-tricket raspberry pi и сделать там всякие различные дополнительные опции что мы сделали после того как установили полноценный linux питона мы попробовали работать с видеокамерой хотели сначала сделать стандартный алгоритм движения за указкой не стандартный но самую простую с нашей точки зрения задачу но уперлись в том что наша самая дешевая камера по usb порту к сожалению мощности не хватило слишком большой объем изображения но тем не менее самый простенький вариант движения за фонариком по обработке изображений можно делать прямо на его 3 так ардуино параллельно с робототехникой у меня есть один ребенок который уже вырос из лего и другой ребенок который занимает чисто программированием и и вот с ними мы потихонечку параллельно занимались электроникой попробовали все резисторы транзисторы микросхемы таймеров и так далее перешли на микроконтроллера в данном случае ардуино и у нас возник вопрос а чтобы нам такого интересного сделать и тут мы вспомнили что сейчас такое модное направление которое звучит со всех сторон чуть ли не из утюга это интернет вещей так как мы владеем фактически и созданием сайтов и обработкой зрения мы решили все это дело объединить вместе и создать какой-нибудь проект и разобраться что это такое соответственно у нас получилось два сервера сервер который взаимодействует с пользователем выводит страничку отображает информацию принимает задачи и соответственно должен посылать информацию на микроконтроллер здесь мы изобрели велосипед и второй сервер которым подключен непосредственно индикатор и микроконтроллер нам пришлось писать на си подобном языке который карду и на и соответственно обмениваться информацию между компьютером который работает на питоне соответственно ардуино мне это сильно не понравилось я начал копать дальше и с удивлением обнаружил что есть стандартный протокол фирмата и его реализация для питона и соответственно необходимость вот этом сервере и программирование на си отпала поскольку загружается стандартная прошивка на ардуино и дальше соответственно прямо на компьютере мы пишем программу на питоне и радостно мигаем датчиками и все чего угодно делаем снимаем показания естественно в этом случае у нас ардуино непосредственно привязан компьютеру но тот самый ребенок который занимался чисто программирование наконец его сподвиг на то чтобы он начал делать какие-то вещи да вот и до этого заставить его работать с лего или просто с ардуино носи я не смог а когда вот здесь вот в родной среде и зная циклы и массивы и все что угодно мы делали раньше он начал применять это для решения конкретной уже реальной задачи вот здесь вот код можно его попытаться запомнить поскольку дальше этот код будет чуть-чуть меняться для того чтобы его можно было запустить на других устройствах но коли у нас ардуино работает хотелось бы чтобы эту программу которыми написали на питоне загрузить все комико контроллер соответственно там крутилась и оказалось что такой контроллер есть есть плата который называется пи борт на нем реализован микро питон в качестве прошивки в операционной системы и соответственно не надо мы отвязываем нашу программу и контроллер от компьютера но остаемся в рамках среды разработки в рамках питона недостаток этой платы то что она стоит порядка 30 евро и у нас не продается и на заказывать надо чуть ли не из великобритании в общем пошел гуглить дальше оказалось что реализация микро питона есть на микросхеме из по 826 66 которые достаточно просто найти в нашем городе и она уникальна тем что во первых реализованы все возможные шины по которым подключается устройство и самое главное на нем реализовано уже вай фай то есть не нужно никаких дополнительных клад хорошо и самое удивительное что это плата формате ардуино стоит от трехсот пятидесяти до четырехсот пятидесяти долларов пишем программу на питоне а вот у нас опять практически ничего не поменялось пару команд загружаем на микроконтроллер и радостно мигаем датчиками разбери пи уже много упоминавшийся здесь тоже полноценный компьютер внутри linux соответственно можно программировать на питоне по сравнению с микроконтроллер большая вычислительная мощность и наличие возможности управлять опять же та же самая программа здесь поменялось всего лишь пару команд специфичных для данного устройства все остальное осталось то же самое то есть все знания которые мы получили из питона не надо их изучать что-то новое так это мы пропустим ну и на разбери пи опять мы реализовали стандартную задачу движение за указкой с камерой соответственно ну здесь представлена работа с опенсиве вот теперь выслушаю ваши мне вопросы